Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 августа, я вот снова пришла сюда, где я вам показывала томатики вот эти, что получаю 5 ведер с квадратного метра. Но сегодня я хочу поговорить о перцах. Я показывала, что вот здесь у меня на грядке самые такие ранние скороспелые перцы, которые точно вызрют у нас в открытом грунте в сибирском регионе. Я сказала, что буду по одному описывать, когда они начнут спеть, но я подумала, они обычно одновременно начинают спеть скороспелки. Я просто подумала, что не успею сразу обо всех рассказать. Решила не ждать этого периода, а начать помаленьку рассказывать, еще не дожидаясь их биологической зрелости. И первый, конечно, самый маленький у нас карликовый сорт винни-пух, который могут вырастить любые люди, даже не имея огорода. Из-за того, что он карликовый, низкий, компактный, его можно вырастить и на балконах, и на лоджиях, и даже на подоконнике. Сейчас я расскажу вам краткое описание о нем, что вот производитель говорит, и потом, ну еще добавлю свое мнение. Вот он будет вот такой красненький, раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Растение низкорослое, высотой 25-30 сантиметров. Вот представьте, оно совсем-совсем маленькое. Вот оно такое, больше не будет расти. Тут вот один, не хватило одного винни-пуха, я посадила один другой сорт. Сейчас как бы вам показать-то. Видите, как они различаются. Эти малыши вот досюда, а этот высокий. Они никогда не будут вот такими, они всегда будут вот такими. Но несмотря на это, у них нормальные, такие же, вот видите моя рука, такие же стручки. И если нам лето позволит, стручков этих будет много. Размер стручка от размера, от высоты куста не зависит. Так вот написано, что 25-30 сантиметров с букетным типом формирования. Потом об этом особо вам еще расскажу, надо обратить на это внимание. Плоды укороченные, конусовидные, заостренные верхушкой, гладкие, в технической спелости светло-зеленые, в биологической темно-красные. Массы 80 грамм, 40-80. Толщина стенки 5-6 миллиметров. У них толщина стенки хорошая, но и урожайность 1,8 килограмм. Урожайность это не очень большая, потому что, видите, они будут маленькие. Сейчас мы заглянем к нему. Вот тут уже есть, сформировались вот такие перчины. Смотрите, как он густо обвешан, вот этот маленький, он так густо обвешан вот этими перчинками, он крошечный. И что значит букетное формирование завязей? Это значит, что он вот стоит, как же подползти-то к нему, вот он стоит один, ну вот он, он стоит один, у него ствол, один стебель, у него не будет никаких сильно пасынков, его не надо формировать, и формировать его нельзя. Потому что если вы начнете, некоторые пытаются прищепнуть верхушку, или что у него вся вот эта вот, а зависть, весь урожай только на верхушке, если начать его формировать, прищепывать верхушку, вы потеряете половину урожая. Он вот именно букетом, его можно вот так вот взять за стволик, а вверху, как букет, будут вот эти вот, ну вот это вот как шапочка, он, как выразится, он пальмочкой, он вот стоит на одном стволе, и вокруг этого ствола будут вот так вот связки, вот этих вот. Чем удобен? Удобен тем, что компактный, позволяет выращивать себя загущенно. Я специально ради эксперимента, вот здесь квадратный метр, раз, два, три, пять, шесть, семь, а, 12 штук я садила, ну одну тут, у меня кошка сломала, вот 12 штук у меня было на одном квадратном метре, и, наверное, скорее всего, будет урожай не один и восемь с квадратного метра, как здесь указано, а чуть побольше, потому что все-таки на каждом вот сейчас уже по три, по четыре перчины, ну они, ну пусть грамм 80, 100 грамм, это уже 400 грамм с одного куста, если на 12 кустов умножить, это будет больше. Иногда производители дают не очень точные данные, ну или вернее, что иногда нам удается вырастить, урожай больше, чем заявлен производителем. Иногда, конечно, бывает и наоборот, как завернуть такую большую урожайность, которую никогда не получить, а вот именно свинепухом указана урожайность 1,8 килограмм на квадратный метр, но если вот так загущенно посадить, видите, он не разрастается вширь, он не вширь, он не ввысь, он вот как букетом, вот образовалась вот эта вот пальмочка букетом, и все, вот смотрите, видите, она вся макушка, вся вот в этих, ну, в завязи, в перчинках. И, кстати, не все же ждут биологической зрелости, не все ждут, когда он покраснеет, его кушать можно было уже июль, месяц в открытом грунте, он уже дает полноценные плоды, вот те, которые мы срываем, у кого нет теплицы, и до самой осени бывает не покраснеет, и все едят в такой, вот он такой светло-зеленый, есть же такие темно-зеленые перчины, есть светло-зеленые, вот у него светло-зеленый такой приятный цвет салатовый, когда он покраснеет, конечно, он будет и ароматнее, и сладче, но употреблять можно и так. Вот этот вот краткий обзор сорта Винни-Пух, который можно выращивать, вот в том году он у меня был в теплице, я вам показывала, по-моему, его можно даже, если у вас есть в теплице, не занимать место в теплице, он у вас и в открытом грунте поспеет. Вот я эти посадки не высаживала для раннего использования, для раннего использования у меня в теплице уже давно спелые перцы, вот эти растут у меня чисто, ну, просто показать вам, как они в открытом грунте, на семена, мне не обязательно рано, но если бы вы задались целью получить вот этот Винни-Пух пораньше, можно его посеять пораньше, высадить пораньше, или под пленочку, или в ту же теплицу, и он даст урожай, вообще, когда же? А, в июне, он может поспеть и в июне. Все, вот этот самый первый сорт из маленьких, потому что он карликовый, он самый маленький. Следующий сорт, я опишу в следующем видеоролике, может быть сейчас, а может быть завтра я поливаю, пока это так между делом, будет Винни-Пух. Этот он уже не карликовый, но сорт великолепный, прекрасный, смотрите какой он, он весь в плодах, весь, 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 вот его вам тоже я покажу. До свидания, с вами была Ольга.